здравствуйте с вами колотон и как вы видите меня в чемпион селекте и реле нет это не гайд по и реле ни в коем случае реле сейчас во первых является не самым сильным персонажем из возможных топ лейнеров я бы сказал так патч 314 наоборот и ослабил по сравнению с другими топ лейнерами за счет того что в первой ветке для нее нету полезных талантов вообще но речь идет не реле это наверное будет самое банальное видео которое я когда-либо снимал как правильно стоять на первом левле многие очень многие люди не понимают как дефать свой джангл на первом левле они выбирают совершенно неадекватные эти возьмем ботинок чтобы было побыстрее совершенно неадекватные места куда можно встать тем более с изменением кустов которые было в этом патче и варда все стал еще печальнее я покажу самые самые выгодные места где нужно стоять начиная за нижнюю сторону большинство джанглов начинают с красного бафа и естественно вражеская команда если инведи то она начинает выйдет тоже на красный баф это самое стандартное место где можно встать самое безопасное место где можно стать объясню почему если вы стоите вот сюда вас могут притянуть вот с этого места если вы встаете вот сюда вас могут примеру притянуть вот с этого места также у вас радиус обзора получается приблизительно Вот такой Время реакции гораздо меньше Чем если вы встанете Вот здесь, потому что у вас будет Обзор, во-первых, с этой еще стороны У вас будет время отойти Пока вражеская команда пройдет вот так Поэтому наше место Вот здесь, чтобы видеть подход Вот, идеально, можно даже Немножко совместиться, вот так Следующий момент Это что происходит, если Вражеская команда Engaged вот с этой стороны Выгодно стоять Самое выгодное место, где можно Стоять, это стоять вот так Потому что Здесь у вас есть радиус обзора И с этой стороны, и с этой стороны Но иногда бывает очень опасно Потому что большинство людей Закупаются слишком долго Поэтому я советую стоять Вот в этом месте, вот так А ни в коем случае не вот так Потому что так вас могут Зайти вот отсюда, если Если они довольно-таки быстро Зайдут вот с этой стороны Вас хупнут Если вы зайдут с этой стороны Тоже хупнут Если вы стоите ближе вот к этому месту Вам вообще, как вы видите Здесь время реакции Практически никакого нет Если вы стоите вот так вот У вас есть обзор вот этого места И вы можете отойти сразу вот так вот В ноу-вижен И вражеская команда Не успеет среагировать Потому что, как правило Когда люди заходят вот сюда Они здесь останавливаются Если вы стоите вот здесь Вы успеете отойти просто В ноу-вижен И вражеская команда зайдет И вас просто не увидят А если вы знаете Что вражеская команда Зашла сюда Как выгоднее встать? Ноги встают вот так Это совершенно неверно Во-первых, радиус обзора Получается гораздо меньше Выгоднее встать банально вот так Вот и все Вы видите здесь Что происходит Что они заходят Если у вас есть информация Что вражеская команда Зашла сюда И вы стоите Деф и идите здесь То я советую вставать вот так Вот так Или же можно даже в куззайте Но выгоднее вот так Не надо стоять Понимаете В чем заключается логика Не нужно застоять в кустах Наоборот Если вас заметят То есть когда они инвейдят Шанс что они развернутся выше Как правило Когда вражеская команда инвейдит Для нее все гораздо проще Имеется ввиду убить Потому что они все в пятером месте А ваш топпер может стоять Например он где-нибудь здесь И проще А что делать Если у вас инвейдят Ну теперь представим Что мы играем за верхнюю команду Представим что Нас будут инвейдить Как выгоднее всего встать Ну здесь уже крип И конечно неприятно Но ничего не поделаешь А смысл заключается в том Что выгоднее всего Встать вот так просто на мид Ну не очень далеко Ни в коем случае не сюда Просто вас сбоку зайдут И заингейдят Встать вот так В безопасное место Вы видите обзор Что вражеская команда Зайдет вот отсюда В чем заключается смысл То есть смотрите Вот мои крипы уже не показывают Мы видим что вражеская команда Даже немножечко вот сюда Шажок сделать Вот так Мы видим что вражеская команда Если она пойдет через мид Они смогут сюда зайти Второе место Второе место Где лучше всего стоять Тем более Со изменением кустов Ни в коем случае Ни в коем случае Никогда нельзя Стать здесь Это самое тупое место Где можно встать Да вы можете Среагировать Так как здесь Ну в принципе Довольно таки долго бежать В новом патче С новыми кустами Это даже немножко лучше Но Нет Самое 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 безопасное Место Где можно встать Это встать просто вот так. У вас здесь обзор, что вражеская команда заходит. У вас близко Тауэр. Единственная опасность это, что у вас Блайндхук отсюда вытянут. Но шанс на это практически... Лично меня я не помню, когда последний раз вытягивали. Как вы видите, здесь до Тауэра читайте флэш. Да, это чужой Тауэр. А в свою очередь вас просто зацепить здесь невозможно. Если вы стоите здесь с новыми кустами, это немножко лучше. У вас тоже неплохой обзор. Это тоже играбельное место, где можно встать. Но, как правило, если вражеская команда инвейдит и у них близко Тауэр, то здесь сразу идет Блайндхук и у вас есть шанс, что вы просто не успеете среагировать. Можно встать вот так. Здесь больше, как вы видите, рейндж. У вас также есть обзор. Потому что вы выходите из кустов. И люди как инвейдит? Они же не инвейдит вот так, к примеру. То есть они не инвейдит. Вот так, что у вас не видно было. Кстати, это интересная задумка так инвейдить. Если вы ставите вот так, то у вас сразу есть обзор. Отсюда, как только он выходит, вы сразу можете дернуться. А имеет ли смысл протектировать вот так? Ни в коем случае, потому что человек просто выходит, и вы не успеете никогда среагировать. Поэтому, если ваша команда, к примеру, вы играете за джанвера, вы пошли протектировать куда-нибудь вот сюда. А если ваша команда, ну, тупо отказалась протектить, и стоит где-нибудь здесь, там, вот так в кустах, к ней не надо становиться, вставайте вот так. Потому что здесь у вас будет проход. Единственная проблема, это если вражеская команда зайдет отсюда. Ну, можно встать вот так, и вы получите обзоры сюда. Хотя, большинство, когда, если они идут вот так, то они идут вот под такой траектории. Так что вы не успеете среагировать. Но это уже ошибка вашей команды, или же как джанвер, если ваш топпер не протектит, то я советую становиться вот сюда, чтобы не было инвейда на красный баф. Если вас он выйдет вот отсюда. То есть, как встать, если вас он выйдет отсюда? А ни в коем случае нельзя вставать вот сюда. Это просто, это нельзя так вставать, потому что они уже зайдут на синий баф. Если же вы их заметите вот отсюда, то есть, вот с такого обзора. Вот здесь вы видите все. То есть, вы видите подход отсюда. Можно даже немножко побольше выйти. Вы видите подход отсюда, и вы видите, видите, огромное пространство вот здесь. То есть, вот так становиться, чтобы запалить вот это, не имеет смысла никакого. Потому что вас, во-первых, могут отсюда накрыть, а во-вторых, ну, если здесь никто не протектит, во-вторых, вам бежать меньше мест, куда можно бежать. Если вас он выйдет отсюда, вы можете просто уйти вперед. Ну, точнее, наверх. Если же они каким-то чудом, не знаю, инвидиат сверху, вы можете просто уйти так же вот сюда. То есть, вниз к своему тауру. Если вас там, не знаю, какие-нибудь флэши сумасшедшие будут делать за вами, вы можете уйти просто наверх флэшами. И все. В принципе, это, наверное, все, что я могу сказать о протекте на первом левеле. Если, ну, зеркально, то же самое. То есть, совершенно то же самое. Если вы, почему-то, вы решили начинать с другого бафа, или протектить еще что-нибудь. Кажевый реле, прекрасная автоатака, анимация. Ладно, ребят, стрим будет вечером. Всем спасибо за просмотр. С вами был Коутон. Смотрите качественный контент. Пока. Пока.